В регионах тем временем народные избранники оправдываются. Павлодарский депутат Слембек Акимов, которого 22-летняя девушка обвиняет в избиении, в среду появился на сессии местного маслехата. До этого коллеги не видели его почти два месяца. Напомним, в январе этого года некая гражданка Каткина обвинила народного избранника в побоях. Согласно заявлению девушки, Акимов избил ее в номере алматинской гостиницы «Казахстан» перед их совместным путешествием в Таиланд. После обвиненный Акимов исчез с поля зрения. Сам депутат пояснил, все это время находился в отпуске за пределами Павлодара. Вопрос, бил или не бил, народный избранник переадресовал следствию. Это доказывают даже следственные органы. Разобраться о том, что наносил ли кто телесные повреждения. Следственный орган разбирается, они разберутся. Когда закончатся следственные мероприятия, я вам дам комментарий. И вновь к теме борьбы со стихией. В наиболее пострадавший на востоке Казахстана Тарбогатайский район отправлен караван с гуманитарной помощью. Его организовали бизнесмены семьи. Десять большегрузных автомобилей отправились из семьи в село наиболее пострадавшего от весенних паводков региона. Для эвакуированных из зоны бедствия людей везут лекарства, продукты питания, одежду и корм для скота. Координирует поставку помощи городской фонд пострадавшим от наводнения, который был создан на следующий день после ЧАЭС. Семьичане, которые пережили 40-летние ядерные испытания, пострадавшие понимают, что такое человеческое горе. Поэтому им не удивляемся, что буквально весь город, все предприятия, учреждения, организации откликнутся на беду, которая происходит в Тарбогатайском районе. Помощь нужна и в Павлодарском регионе. Пока в одном из местных районов чиновники репортуют о контроле за паводковой ситуацией, в близлежащих селах тонут дома. О готовности властей к ЧАЭС расскажут региональные корреспонденты. Аким в поселок не доехал. Жители аула Майкаин, что в Павлодарской области, пополнили список бездомных казахстанцев. Их дома затопило паводками. Между тем, глава региона Бакаджан Сагентаев совершил рабочую поездку в самый подверженный потопу район – Байнаульский. Как раз тот, где и расположен утонувший Майкаин. Но до бедствующего аула Аким не доехал. Первым мой дом затопило. Когда соседями спасали, затопило другие дома. Всего шесть домов залило. Вот этот первым разрушился. Пока Серик Муталип с односельчанами спасают свои пожитки, Аким области в соседнем ауле выступает перед народом. Опасений нет, все под контролем, уверяет Бакаджан Сагентаев. Чтобы на случай эвакуации, чтобы мы откуда-то машину не искали, чтобы у нас вопросов не было, что у нас бензин нет, дистоплива нет, мы, машины все будут заправлены, и необходимо деньги будут завтра уже выделены. Спасатели, сопровождающие главу региона, также заверили. Опасности затопления нет, талые воды уйдут по руслу. Но если река Нура выйдет из берегов, то два поселка, Караш и Тиндык с населением в полторы тысячи человек, могут оказаться затопленными. Старая дамба не выдержит, а новые построят только летом. Эти дамбы со временем дали просадку, где-то нарушились. И поэтому на данный момент мы хотим сюда поставить тяжелую технику, камазы, инертный материал для того, чтобы поднять те опасные участки. Сейчас в Баянаульском районе дежурят 40 автобусов, которые по плану должны эвакуировать людей из зон бедствия. Но ни один из них в Майкаин пока не поехал. Между тем в поселке городского типа рискуют остаться без жилья свыше тысячи человек. Евгения Бодрова, Рустам Сырымов из Павлодарской области, Казахстан. О бдительности иного рода. Приемную на дороге устроили полицейские Алматы. Цель акции каждый из ее участников понял по-своему. Сергей Саенко с подробностями. Уважаемые алматинцы, управление дорожной полицией проводит акцию приемная на дороге. Если у вас имеются какие-либо вопросы, вы можете пройти в автобус, задать вопрос. На ваш вопрос ответят сотрудники компетенции управления дорожной полицией. С посланием в дорогу. Весь день с самого утра 31 марта дорожные полицейские Алматы работают в режиме Аврала. В салонах специально нанятых автобусов импровизированные приемные для граждан города. В рамках акции «Приемная на колесах» регулировщики занимаются не только своими прямыми обязанностями, но и политикой. Данная акция направлена на то, чтобы политику государства разъяснить, послание президента разъяснить. А также, чтобы люди, водители нашего города могли обратиться к нам в приемную на дороге по тем или другим вопросам. Разъяснять политику государства вышли все те, кто ее понял и оценил. Специалисты процессингового центра, технического и дорожного надзоров. В маршрутах, двух справочных на колесах, наиболее людные места. Рядом с торговыми домами, вокзалами, рынками. Желающих задать каверзные вопросы полицейским без последствий было немного, но принятые они были радушно. А вообще ГАИ как-то планирует ограничение въезда в город областных машин или нет? Да, конечно. Этот запрос рассматривается. Прямое общение с потенциальными нарушителями проходит не впервые. Акцию подобного рода провели в прошлом году. В нынешнем добавили политики. Однако опытные автолюбители и к посланию, и к полицейским отнеслись скептически. Сейчас штрафы очень большие. У людей работы нет. А они, что думаешь, сократят это, но не от них зависит. Да и так, что они знают? Я лучше знаю, наверное. Я больше знаю, что по опыту. Был какой-то механизм, чтобы на постоянной основе можно было сделать. То есть либо место, либо какая-то телефонная линия горячая. Так, в принципе, хорошая идея. За час работы в консультационные центры посетило около 10 человек. Диапазон интереса автолюбителей оказался не так широк. Людей интересовали технические осмотры и штрафные санкции. Послания главы государства водители дружно проигнорировали. Сергей Исаенко, Токмалда Кусаинов из Алматы, Казахстан. К этому часу у меня вся информация. Следите вместе с КАПлюс за развитием ситуации в Казахстане. Удачи в делах. КАП �аля КАПЛАК КАПЛАК КАПЛАР